Сила и помощь его есть сказавшего, как Моисей вознес змею в пустыне, так подобает вознесенному сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это и есть следовать по стопам его, чтобы быть здравыми через него. Как же бываем мы здравы, если веруем, что он силен, есть к тому, ибо к угрызенным в пустыне не сам змей медный приходил ворочевать их, но угрызаемый змеем с верой возревал на него и становился здравым. Там много было умерших от змей, потому что не поверили Слову Божию, как сказал апостол. Да не искушаем Христа, так они не искушали и погибли от змей. Знаешь, брат, что даже до ныне есть змей в душе, желающий искушать Иисуса? Искушать же его, что другое может, если не вопрошать о заповедях его и не исполнять их, как написано? И вопросил его один из законного учителя, искушая его, говоря, учитель, какая заповедь есть большая? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей мыслью твоей и близнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях весь закон и пророки стоят. Видишь ли, что вопрошающие и неделающие называются искусителями, потому что не хотят уверовать в медного змея, могущего спасти их от яда змея невидимого. «Удерживай же сердце свое и не унывай, говоря, как могу я соблюсти добродетели, будучи человеком грешным?» Ибо когда оставит человек грехи свои и обратится к Богу, то покаяние возрождает его, как говорит апостол. «И как мы были облечены в образ перстного, так облечемся в образ небесного». Видишь ли, что Бог дает человеку изменяться через покаяние и совершенно новым соделываться через него. Пока младенец находится на лоне матери, да то ли она охраняет его каждочасно от всякого зла. Если он заплачет, она дает ему сосы свои и слегка ударяет его полонить, устрашая его, что брал молоко ее со страхом и не имел сердца дерзкого. Если же от этого заплачет, она жалится над ним, как над плодом чрево свое, утешает его и целует, и лелеет, пока он не возьмет сосед с ее. Если показать младенцу золото или серебро, или маргариты, всякую другую вещь мира, он хотя взглядывает на то, но находясь на лоне матери, все презирает, чтобы наслаждаться сосцом ее. Отец не бронится с ним. Почему не работает или почему не идет на войну против врагов его? Потому что он мал еще и не может. Ноги не имеет, но не может стоять на них. Руки имеет, но не может держать оружие. Так терпит его благодушно мать, пока он мало-помалу вырастет. Когда вырастет он немного и схватится бороться с другим тем, и тот повернет его на землю, то отец не гневается на него за это. Знаешь, он еще дитя. Когда же сделается он мужем, тогда обнаруживается расположение его. Враг ли он врагам отца своего? Тогда отец веряет ему дела свои, так как он сын его. Если же после всех трудов, какими родители потрудились над ним, он выросший сделается для них чумою, возненавидит родителей, не станет слушаться их благородия и изружится с врагами их, тогда они, лишив его своего к нему благорасположения, сгоняют его из дома своего, положив не дать ему и наследства. И мы, брат, попечемся о себе, понуждая себя прибыть под кровом покаяния. 28. Будем принимать молоко из сосов его, чтобы оно питало нас. Презрим все видимое, чтобы усладилось в устах наших молоко его. Будем есть и для его обучение, чтобы оно усерднее попеклось о нас. Если схватимся бороться с врагами нашими, и они повернут нас долу, как малышей, восплачемся перед ним, чтобы оно умолило отца нашего отомстить за нас, обидевшим нас. Отсечем всякое желание сердца нашего и возлюбим быть странниками, чтобы оно спасло нас, как Авраама. Покоримся под руки его, как Иаков. Допримем благословение от отца нашего. Возненавидим хотение сердца нашего, как Моисей возненавидел и сохранил он был под кровом его. Восстал на хотевших убить его покаяния, как свободный от всякой сласти похотный. Не презрим его, чтобы оно не возненавидело нас, как Исава. Сохраним чистоту его, чтобы оно возвысило нас на земле врагов наших. Будем всегда иметь его добрым кровом, как Иисус, сын на вину. Слуга, говорит Иисус, сын на вину, юноша был на служении пристине. Не дадим место унынию сердце нашим, чтобы оно не сделало нас безнаследными в земле обетования. Возлюбим во всем смирение и возревнуем войти в землю, текущим медом и молоком, как халев. Не будем вожделевать ничего пагубного, чтобы не быть истребленными, подобно Ахану. Возлюбим совесть его покаянную, чтобы она сокрушила нас каждый час и спасала в час искушения, как раф. Не будем любить усложнение горта, ничем-нибудь изъяс, чтобы оно не истребило нас, как сынов Ильи. Предохраним себя от всякой неправды, как Самуил, незазренной совестью, чтобы сделать что-либо злое ближнему. Не будем любить злое завистывание другим, чтобы оно, покаяние, не отвергло нас, как Саула. Возлюбим не воздавать зло ближнему, чтобы оно, покаяние, сохранило нас от зла, как Давида. Не будем любить велихваление и тщеславие, чтобы оно не отвергло нас от лица Отца нашего, как Авес Солома. Но возлюбим смиренно мудрее и честность, чтобы оно возымело нас отмстителями всем врагам Отца нашего, как Соломона. Возлюбим полное от всего отречение, обуздывать члены Свои от всякого дела мертвого, чтобы воспринять мужественное сердце против врагов наших, подобно Ильи Фесвитянину. Не будем сластолюбцами и походниками, чтобы оно, покаяние, не истребило нас, как Ахава. Будем подвязаться до смерти, чтобы не потерять святого наследия его, подобно Налуфе и Израильтянину. Будем во всем послушны Отцам нашим по Богу, отсекая всякую волю свою, чтобы за совершенную покорность им прибыло в нас благословение их, как на Елисеи. Не будем слабролюбцами и лживыми человекоугодниками, чтобы не постигла нас кара, как Геезия. Возлюбим верных во всем мужей, паче себя самих, чтобы оно, покаяние, благословило нас, как санамитянку. Не будем страстными любителями срамных дел, чтобы оно не истребило нас от лица своего, как Ахию и Сидекию, жженных во огне царем Вавилонским. Возненавидим грех ради души нашей, даже до смерти, чтобы оно помогло нам в час нужды, как в Сусане. Не будем вожделевать различных пищей, снедей, чтобы оно не оставило нас, как не оставило получавших пищу с трапезы Навуходоносора. Возлюбим злострадания во всем, чтобы оно порадовалось о нас, как о тех, которые были с Азарием. Не будем все лукавы, как вавилоняне, роптавшие на верных. Будем исполнять службы наши молительные, не поблажая лености тела, подобно Даниилу, который лучше желал умереть, нежели оставить молитву, которую совершал каждодневно. Ибо Бог силен сохранить любящих его от искушений, а злых истребить. Так вера, которая к Богу праведного Даниила сделала зверей агнцами, овцами. Благословен Бог покаяния, благословен у него возлюбивший его покаяние, и поклонивший вывесою под иго волей его покаяния, доколе возродится свыше волею Божией ее. 29. Итак, брат, нужду имеет человек в великой рассудительности, в отсечении всякого хотения плотского, в трезвении на всех путях своих со вниманием, чтобы не заблудиться, не втасть в руки врагов его покаяния. Так уклонение к самоправедности заколает его, осуждение грешников отгоняет его, уничижение нерадивых пресекает его. А всем написано в притче, такие стеси к дому ее. Притча 31. Постараемся же понять его из слов всего. Купец, нагружая корабль, полагает в него не один род товаров, но все, от чего, как знает, получит прибыль. Когда видит, кого несущим убыток, то не соревнует ему, но соревнует обогатившимся и в покое пребывающем в домах своих. От всякой вещи убыточной отвращается он, а всякую прибыльную заимствует, пока купит себе собственную. Неизменным правилами ему служит вот что. Чтобы от чего получить прибыль, опять озабочиваться, закупать того же. И, опрочем, спрашивать незавидующих ему, обогатившихся и покоящихся в домах своих. Поскольку продавать мне это, за сколько купить то, такова и душа, желающая встретить Бога непредкновенно. Не довольна я одного дела, но о всяком деле выгодном для спасения она промышляет. Если же вы знаете, о каком деле, что оно убыточное, то бежит от него, чтобы не и потерпеть убыток. Теперь, брат мой, назвал ты себя купцом Иисуса. Позаботься же быть им. Торговля царя, вот, далека от всякой убыточной вещи. Вот предметы убыточные для него. Слава человеческая, гордость, самоправедность, возношение, огорчительные речи, любоимание, похвалба, любовь к развлечениям. Все это убыточное для купцов Иисуса. И невозможно им угодить ему. Если они имеют то в лавке своей. Рассмотри же себя, брат, что в тебе находится. Пусть ум твой обследует чувства твои. Какие из них плод приносят Богу и какие из них увлекутся к греху. Не увлекаются ли очи твои сласть и удовольствия? Из их твой не бывает ли побеждаем при дерзости? Не видишь ли сердце свое, ушлаждающимся человеческим почетом? Не радует ли ушей твоих клевета? Все это убыточное для ума. В книге Левиц написано так же. Скажи Аарону, чтобы он не приносил на жертвенник моих числа животных, имеющих порог, чтобы не умереть. 22. А Аарон есть образ ума. Поскольку враг обычно свое зло примешивает к начинаниям праведным. То есть заповедал Бог, прежде принесения Ему, их обследовать, чтобы не умереть. Умереть же значит не зайти из созерцания, и зайти в соглашение с желающими осквернить чувства Его. 31. Таковы слова возлюбивших Иисуса, которые отдают все за Него в уповании. «И стала душа их невестой, украшенной всякой добродетелью, имеющей святое свое зеркало по слову апостола. А мы же открытым лицом, взирая на славу Господню, в тот же образ преобразуемся от славы в славу, как от Духа Господня. Ибо мы не видим, как в зеркале, гадательно, а тогда увидим его лицом к лицу. И так те, которые соделались невестами Ему по чистоте, смотрятся в самих себя, как в зеркало. Нет ли какого порока в лице их? И оно не понравится жениху их. Ибо он ищет девственниц, душ чистых, не имеющих порока, как написано о Ревеке, что она была очень доброзрачна и не познала мужа. И пророк говорит, приведутся царю девы вслед ее искренне, приведутся к себе, приведутся показывать на святое его человечество, а искренние ее, подруги, на прилепление к нему. Поскольку возрождение во святом крещении обновило их от всякой ветхости, а покаяние очищает их и делает святыми девами, забывшими о всякой ветхости и уже не помнящими о ней, как сказал им пророк. «Слушай, черь, и смотри, преклони ухо твое и забудь людей и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей» в Саум 44. «И удивятся все силы небесные по причине чистоты, какой очистило ее покаяние и соделало ее единое тело с Господом, и скажут, кто эта восходящая, убеленная, опирающаяся на брата своего» в Песне 85. «Употребим же всю силу нашу со слезами на то, чтобы подвязаться мало-помалу, пока совлечем все деяния ветхого человека и сохранять себя от всякого дела пагубного, пока придем в любовь его, нам придет, и отняв от нас образ перстного, поставит в сердце нашим святой образ его, небесного. «Да будем достойны его, чисто от всякого порока», как сказал апостол, «как были обличены в образ перстного, так обличемся в образ небесного». «Поскольку знал апостол, что нет человека без греха с тех пор, как учинено преступление, и что покаяние может опять возвратить человека к безгрешному обновлению, то и сказал, чтобы мы оставили деяния приступившего заповедь и делали деяния, то есть святые заповеди Господа нашего Иисуса Христа, сотворившего милость и поневшего радства человека, чтобы ввести его в сокровенный рай и даровать ему все святые свои добродетели, дал ему вкусить от древа жизни, которая есть чистота, явленная им в себе, и, умерив херувимов с пламенным их оружием, обращающимся, хранить путь и древо жизни, которая есть в ведении святых словес его, охраняющая их верных всегда, и заграждающая слух их от всякого слова змея, напоминая о горьком рабстве, в которое впали прежде, чтобы опять не возвратились к нему, и научая их непрестанно благодарить искупившего их честную кровью своею, он, изгладив рукописание рабства их крестом, и сделав их братьями и друзьями, и злив духа своего на них по благодати, успокоив сердца их, сказал, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». И еще очень хочу, чтобы где я, там они прибыли со мною, потому что я возлюбил их, как ты возлюбил меня. «Показал он нам то же, что не о всех сказал это, но о тех, которые оставив воли свои, последовали его святой воле, и отсекли от себя всякое желание мира сего. Ибо говорил, я избрал их от мира, посему ненавидит их мир, ибо они уже не в мире. Видишь, что оставившие мирское, они-то и удостоились быть невестами Господа Иисуса, потому что уже не от мира. «Они пребывают в единении с ним, как сказал апостол, посему оставившиеся как отца и мать, и пригрепятся к жене своей, и будут двое в одну плоть. Тайность я велика, я говорю о Христе и Церкви». И опять он же сказал, чтобы стать сонаследником-язычником побетования во Христе Иисусе. Видишь, что в тех, кои удостоились садилась единое тело с Господом, обитает и Дух Его Святой, Ефесянам 3.6. «И Он помогает им, Он и печется о них, как сказал Господь. Не вы будете говорить в тот час на Дух Отца Моего, говорящий в вас. Так же и апостол, нам же Бог открыл это Духом Своим. Дух все испытывает, и глубины Божии. Мы же, говорит он, имеем ум Христов. Как же возможно ум Христов помышлять о каком-либо грехе?» 33. «Приникни, брат, сердцем своим в это таинство. Что всякий род на земле рождает с однородным ему, а не с инородным. Скот ли то, или зверь, или пресмыкающийся, или пернатая. Почему Бог привел всех их к Адаму видеть, если подобно ему?» И не нашлось, потому что они не были из его естества. «Тогда Бог взял одно из ребра Адама, сотворил его женою, так как взял его из мужа ее. Это таинство великое бывает из тех, которые соделываются невестами Христу, так как они из сущности его сущности, через возрождение. И из святого тела его, как говорит апостол, все мы единое тело во Христе и должны служить друг другу. И опять, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Видишь ли, чего он хочет? Чтобы человек был во всем подобен ему, как Ева из Адама. Во всем подобно ему. Почему, если мы имеем нечистот неразумие скотов, или жадность дверей, или непостоянство пернатых, или яд пресмыкающихся, то такие души не могут быть девами, невестами ему. Потому что они несут подеянием его. Видишь ли, брат, как он желает, чтобы человек был по нему, здрав от всякой неестественности, дабы удостоиться быть невестою ему. Душа познает помысл свои, свои деяния. Если она творит деяния Духа, то явно, что Дух Святой обитает в ней. Так как деяние Духа возрождает душу бесстрастную. И невозможно Духу Святому не обитать в такой душе, как сказал Господь. Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. И я умолю Отца, и иного утешителя даст вам Духа истины. Апостол также говорит. Или не знаете себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? 2 Корисея 13,5. Видите ли, что если кто не приобретет деяния Иисуса, то он неискусен и не невеста ему. Все девы приготовили светильники свои, но не имевшие деяния остались за дверью. Нев отброшенный в море собрал всякого рода рыбы, но старсти приняты только добрые. Плевелы выросли вместе с пшеницей, но когда настала жатва, связаны снопы и брошены в огонь. Ветри все остались в лозе виноградной, но не принесшие плода вернуты в огонь. Овцы паслись вместе с козлами, но только одних овец он взял с собою, а козлы брошены вне. Селкин ровно сеял все семена свои, но порадовал он только теми, которые возросли на доброй земле. Дававший серебро, таланты, давал их безлицеприятия, но только удвоивший его принес ему радость. Все званы были на брак, но не имевшего одеяния брачного царь велел бросить во тьму вечную. Эти слова нас касаются, потому что все мы говорим, что веруем, но не имеющие одеяния божества и бросит он вне, как сказал, многие званы, но мало избранных. Исследуем себя, брат, и рассмотрим деяния свои, прежде чем встретим Господа. Не будем смотреть на тех, которые творят плоткие хотения сердца своего, чтобы не погубить столько богатства, какое имеем обрести в час нужды. Будем подвязать и приобрести его, а то какое имеем оставить презвим, как врага. Помыслим о тех, которые весь свой труд прожили на хлопотах о гибнущих благах, что они оставили их, отошли, и за них наследовали гиенну, потому что не хотели следовать по стопам Господа, чтобы удостоиться быть ему невестами. Будем же подвязаться со слезами перед Богом, с болезненным сердечным и стенанием сокровенным. Да не попустит он нам в пасть такое их посрамление. Ибо когда бывают на море волнения, и многие корабли гибнут, а другие остаются еще целыми, то не говорят, погрязнем и мы в пучине, как они, но воодушевляют друг друга, не унывать, и умоляют Бога помочь им. Поистине великое стоит волнение на земле. Будем же себя всячески понуждать к трудам и вопиять Господу, да не погибнем. Так, когда и на море бывает буря, начальник корабля всегда находит и в числе матросов, и в числе пассажиров таких, которые воодушевляют его. Доведаем, что если человек не обнажится от всякой вещи погибельной, то не может спастись из этого моря многоволненного. И Моисей не мог воспеть песню Господу, пока не перешел море, и не увидел смерти, хотевших удержать род его в Египте, что были они там рабами. И когда уже перевел их, когда совсем стали они свободны, тогда лишь воззвал он «Поем Господу, славно бы прославися, коня и всадника вверх в море!» 36. Так, когда ум спасет чувство души от пожеланий плоти и минует их, тогда столб созерцания его отделит душу от пожеланий плоти. Затем, если Бог увидит бесстыдство страстей, что они устремляются на душу, желая удержать чувство ее во грехе, между тем, как ум сокровенности всегда, непрестанно перед Богом находится, то посылает Ему помощь свою, и все их за раз и стремляет, как написано. И сказал Господь к Моисею, «Что ты вопьешь ко мне? Заповедуйся нам Израиля, да приготовить себя, а ты возьми жезл, который в руке твоей, и простри его на воду море, и сохнет». Верен Бог дать руку помощи и ныне Моисею, чтобы спасти Израиля, ум, из рук египтян, которые уступят пожелания, какие мы исполняли. Да и мы сподобимся воспеть Ему новую песнь, говоря, «Поем Господу, ибо Он славно прославился». Но как можем мы сказать «Славного прославися, если из нем к врагам нашим и обращаемся к Египту волею нашою, вожделевая ясв, тамошнище понуждая Иоарона, сделай нам богов, которые повели бы нас в Египет». «И если мы так смиренным малодушием, что хулием духовную пищу, силен же Бог возвратить к нам Моисея с горы для истребления тельца ободающего, которым мы прогневали Бога. Силен Бог, даровавший нам покаяние, опять возвратить нас к себе и укрепить Моисея, помолиться о нас, говоря, «Если простишь им грехи, оставь, если же нет, то изгладь и меняй снеги жизни и облечь силою во время Иисуса на истребление семи народов, обративших завистливым лукавством Своим в свое достояние землю обетованную. Да примет Израиль наследие свое, живя в нем независно. Во веки веков. Аминь». Его есть сила, Его помощь, Его покров, Его мудрость, Его охрана. Он в нас есть Господь, Иисус Христос, славу и честь Бога Отца и Святого Духа, прежде века и ныне и во веки веков. Аминь. Слово 26. Слова, которые передал Авва Петр, ученик Исаии, сказывая, что слышал их от Него. «Сказал Отец Мой, мужайся восстановить то, что должно исправить. Чистота молится Богу, страх Божий и утеснение себя во всем оставляют грехи. Если человек имеет злобу от мщения в сердце своем, то тщетно молитва его. Не желай спрашивать совета или слова о делах времени сего, и сам не давай его прошающим тебя. Непрестанно имей уши свои внимающими тем, кое говорят в тебе. И моли Бога дать тебе дар узнавать, чьему из них слово послушать ты. Сотвори силу свою, не говори одно устанное, другое имея в сердце своем. Опять сказал, что повержение себя перед Богом с разумом и повиновение заповедям со смирением приносят любовь, а любовь бесстрастия. И еще сказал, что безмолвствующему должно испытывать себя каждый час, миновал ли он тех, которые имеют удержать его в воздухе, и освободился ли от них еще здесь пребывая. Ибо доколе подлежит он рабству их, да то ли не освободился еще от них, почему труд предлежит ему, пока не будет милости к ним в сил. Сказал опять, человек, имеющий осуждение в сердце своем, далек от милости Божией. Когда же я спросил его об этом, он сказал, если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, соблюдай Слово Его. Если хочешь торопять с ним детского человека, то должен ты отсечь тех, которые сводят тебя со креста, приготовить тебя к перенесению уничижения, упокоивать сердце озлобляющих тебя, смирять себя, властвовать над хотениями своими, иметь молчание уст и не осуждать никого в сердце. И вот что еще говорил, помилуй, 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 до чего дошла душа, в какой чистоте сотворена была она и под какой властью состоит теперь и какой суетности связана. Сказал так же, пока ты стелись им, не послабляй, прошу тебя сердцу своему, ибо как человек не может веру брать никакому плоду, пока не всходит только на поле его, потому что не знает, что случится с ним, прежде чем заперт он будет в житницах его, так не может человек послаблять и сердцу своему, пока есть дыхание в ноздрях его. И как человек до последнего из дыхания не знает, какая страсть встретить его, так нельзя человеку послабить сердцу своему, пока имеет он дыхание, но вопиять должно ему всегда к Богу о помощи его и милости. Спросил я его, говоря, отче, что есть смиренно мудрый, и что порождает его? И он сказал мне, послушание от течения своей воли в смирении без труда, чистота, перенесение оскорблений, терпение ближнего слова без тяготы, вот что есть смиренно мудрый. опять сказал, блажен стяжавший нового человека, прежде встречи со свистом в небесах. Это и апостол сказал, что плоти кровь царствия Божия не наследует. И еще сказал, если в вас есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? Оттого в таких трудах находимся мы от врагов наших, что не познали надлежащим образом грехов своих, и не испытали с разумом плача, ибо если бы открылся в нас плач, то он обнаруживал перед нами грехи наши. Когда же Дана будет нам увидеть грехи свои воистине, тогда стыдиться имеем мы даже воззреть на лицо предстоящих, или даже жен бесстыжих, потому что они честнее нас, ибо они с такой дерзостью делают грехи свои, потому что не знают Бога. Наши же сердца слагаются с грехами, тогда как мы верные. Перенесение поношения и уступление воли своей ближнему по Богу, чтобы не дать войти посреди врагу, а обнаруживать человека делателя, ибо если кто бодренный имеет ум и с разумом есть под ногами Господа Иисуса, то он станет заботиться от течи своей воли для того, чтобы уже не быть отлучен от возлюбленного своего Господа. Удерживающий же во всем свою волю даже с верными не мирен бывает, потому что малодушие, гнев и огорчение на брата всюду сопровождает сердце его, говорящий ничего мне не будет, если поговорю или послушаю, подобен слепому, который когда вводит его и когда выводит не видит света. Уразумейте это из того, что бывает с солнцем, что его светлость и теплоту покрывает и малое набежавшее облако. На это уже это не для всех явно, а только для тех, которые имеют введение. человек, всегда смотрящий на грехи свои, не имеет языка, чтобы поговорить с кем-либо о чужих грехах, возненавидь все, что в мире, и телесный покой, потому что они делают себя врагом Богу. Как человек, имеющий врага, ведет с ним брань, так и мы должны вести брань с телом своим, чтобы не давать ему покоя. Субтитры подогнал «Симон»